Вольфган Клебер Вольфган Клебер Вольфган Клебер Я хочу вам рассказать не только о Баухаусе, но и о моем фотографии. Вольфган Клебер Я фотографический автодидакт, не учил ни архитектуру, ни историю искусств, поэтому мой доклад сегодня будет не очень сильно научным. Я учил меня, что я инженер. Я учил меня в школе. Я учил меня на моих родах. Я учил меня не особо не сомневаться. Я учил меня в фотографии для старого камераза. Я учил меня в школе, очень большая камера из Holz, которую я имущество. И я могла это еще раз повторять. Я не могла повторить это. Эти большие фильмы для этой камеры, кстати, не было в Весту. Эти я только могла купить в фильмфабрике «Волфен» в древней древней войне. Я начала фотографировать в 14 лет и, конечно, хотел стать фотографом. Стал им, однако, только 30 лет позже. Мои родители с самого начала точно знали, что я должен стать инженером. Я всегда был очень прилежным и слушался своих родителей. Во время учебы, которая, кстати сказать, меня не очень воодушевляла, наряду с фотографией я начала интересоваться старыми камерами. Один из друзей моих родителей подарил мне старую, очень большую деревянную камеру, которую я вскоре очень полюбил и которая стоила мне целого семестра в университете. Мне пришлось его повторять. Большие пленки для этой камеры в Западной Германии было тогда не купить. Их я заказывал с фабрики «Волфен» в тогдашней ГДР. Волфене 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 В начале карьеры инженера я был вынужден очень много ездить со своим начальником за границу. Камера была, конечно, всегда со мной, но на этот раз уже аппарат поменьше, и часто мой начальник использовал мои снимки для документации, а потом и для рекламы. Сначала я получила прозвище среди коллег художник, а примерно 30 годами позже я стал известен в Эссене как фотохудожник и уже имел прозвище инженер. Здесь фото из интересной документации о ремонте русского ледокола в Архангельске. Об 1992 работал я как фотохудожник по фотохудожникам. Из-за того, что я начинал меня интенсив в Архитектуре и занимал участие в Архитектуре в Архитектуре. Сначала я фотографировал в Архитектуре в Архитектуре в Архитектуре в Архитектуре. С 1992 года я работал фотографом при строительном концерне «Хохтиф». По этой причине я стал еще сильнее интересоваться архитектурой и проходил мастер-классы у Дитера Лейстнера, профессора архитектурной фотографии. С тех пор я фотографировал здания в Германии и многих других странах. При этом пробовал с одной стороны задокументировать архитектуру, а также иногда интерпретировать ее для своих собственных сборников. Здесь здание Саана в Эссене на территории шахты Цольферайн, как документальный снимок и как самостоятельно построенный дом. В 1998 году я обнаружил, что я должен фотографировать мастер-класс. В 1998 году мне сказали, что я должен фотографировать так называемое мастерство, в Дессау. Только тогда я узнала что-то конкретное о Bauhausе и сразу почувствовала, что эта архитектура еще надолго займет мое внимание. Давайте теперь отправимся в Веймар, город Гёте и Шиллера, который сегодня уже несколько раз упоминался. С 1860 года там была школа искусств, которая в 1919 году стала школой Bauhaus под руководством Вальтера Гропиуса. Позднее пошли ответвления также в Дессау и Берлин. В 1996 году школа получила звание университета Bauhaus. Сейчас там учатся четыре тысячи молодых людей из Германии и со всего мира. Вот пара фото, сделанных три месяца назад. Вот эта семья приехала из Кореи, поскольку одна из дочерей поступила в университет Bauhaus. В этом здании я встретил других молодых людей, например из Китая и Японии, но также мне удалось найти все-таки еще троих немецких студентов. Во время подготовки к этому докладу я узнал, что в России также есть параллели к раннему Bauhaus. Здесь также рождались новые идеи и, как и в Германии, они находили свое воплощение. В 1931 году в Москве прошла выставка Bauhaus. Зараза 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 По теме русской архитектуры того времени в 2015 году в Берлине прошла выставка под названием «Русская лаборатория современности». Также упоминается, что наряду с Германией и Россией история современной архитектуры революционировала и в Голландии, и в Италии. По новым, по крайней мере для меня данным, известно, что движение Bauhaus возникло не из ничего. Оно уходит корнями в развитие художественных промыслов в середине 19 века в Англии и движение Art Deco в Голландии. Возможно, не сразу, но там все же готовилась почва для новых идей в Веймаре и Дассау. В этом году проходило и до сих пор проходит очень много выставок и лекций в Германии по теме Bauhaus. Тема обсуждается в очень разных ключах, надо отметить, например, под названием «Баухаус везде» или даже под названием «Баухауса вовсе нет». Тема очень спорная, но насущная, и одна из последних лекций прошла под названием «Каждому свой Баухаус». Мне удалось открывать выставку совместно с архитектором Петером Брденг по теме новых зданий в Эссене. Мы сами выставку эту сочли как некую критику относительно современных зданий, которые построены в так называемом стиле «Баухауса». Но к этой теме я вернусь еще позже. «Баухаус» Интересно, как сменилось главное в этой теме. По крайней мере, я так почувствовал. Сначала в центре внимания выставок была большая архитектура, потом стали появляться мебель и предметы быта, а также танец. Например, балет Оскара Шлемера в Театре Bauhausа. Вот фото из Эссена с территории шахт Зольферайн. Позже речь шла уже и об учителях Bauhausа, и прежде всего, конечно, о его основателе, Вальтере Гропиусе. И хотя он сам не умел чертить от руки, он был гениальным архитектором, очень хорошим оратором, но прежде всего он был талантливым провидцем. Позднее были также тематизированы и его внешность, и отношения к женщинам. Позднее. 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 по керамике и мебели, и фотографы женщины. Однако, когда это было возможно, Гропиус предпочитал усаживать их за ткацкие станки. Видеть женщин за рабочим столом архитектора с чертежами было не очень радостно. Несмотря на все это, некоторые женщины все же смогли утвердиться благодаря своим хорошим идеям и таланту к дизайну. Если назвать некоторые из имен, то это были, например, Marianne Brandt, Gunther Stelzel, Anni Albers, Greta Stern, Derte Helm и Lotte Stamm. Позднее их имена были названы в некоторых фильмах и книгах. Это, например, кадры из фильма «Лотте в Веймаре» и телесериал был также «Новое время» с актрисой Анна-Мария Мюэ, которую лично я очень высоко ценю. Гропиус очень не хотел показать всю свою школу в Веймаре, выразить ее концепт и ее продукты, все, чем она занималась. И он запланировал поселение на холме, немного поодаль от Веймара. Для этого не было, однако, финансовых возможностей, поэтому удалось построить лишь одно здание, мастерскую «Haus am Horn». Das «Haus am Horn» выргте сперрик и унаусgereift. «Haus am Horn» производил впечатление здания громоздкого и не совсем доработанного. Его план был свободной интерпретацией римской виллы и в отношении места для жилья здание было крайне неудобным. Во время сильного ветра даже из закрытых окон постоянно дуло. Но все равно он считается важным и одним из ранних объектов современной застройки. И поэтому 5 декабря 1996 года здание было причислено к мировому наследию ЮНЕСКО. Вот здесь несколько современных фото, в том числе мы можем видеть здание и изнутри. К сожалению, оригинальной мебели не сохранилось, поэтому столы и кровати выполнены схематично из стальных труб, а контуры ковров нарисованы на полу. А вот в новом музее Bauhaus в Weimar как раз таки сохранилась некоторая мебель и предметы того времени. Вот мы можем видеть их на экране. Время. 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 У всех этих домов есть черта типичной жилой застройки. Все шесть комнат в трех домах похожи в деталях, но все же различны во впечатлении, которые они производят. В этом году в Ваймаре были более тверден и не употреблены. В конце концов, они были в очень плохом состоянии и должны быть реставрированы. Ваймаре Для интерьера Гропиус предусмотрел только белые стены. Поэтому есть такая история, что то ли Кандинский, то ли Клей начали с того, что покрасили стены в разные цвета. Для остальных это, конечно, был стимул сделать так же и даже превзойти своих коллег в передаче цвета. Но, по крайней мере, для меня доказать это кажется сложным, так же, как и утверждение, что Кандинский вполне сознательно покрасил всю гостиную в синий цвет. Такой гости выдерживали определенно не больше трех дней и ночей. Часто стены в одной комнате были покрашены, все стены в разный цвет. В таких случаях я направлял камеру точно в угол и вот здесь можно увидеть несколько таких фотографий углов разных цветов. Еще пару фотографий этих домов. ВОСПОДАТИСМЕНТЫ В многоеagne, которые находятся все тащи, в частности, в доме, и в контексте, в nord гнев, и в зерк Alt secу. В наиболее, где находится находится в зеркал 4.000 таких домов. Голубые и сотни стран в Тель-Авиве. В данном времени в 1931 и 1937 было построено в городе. Во многих городах Германии и за границей можно найти некоторые исторические здания, построенные в Баухаусе. Но есть только один город, в котором находится примерно 4000 таких домов. Это Тель-Авив. Дома были построены в период с 1931 по 1937 год. Большая часть этого квартала называется Белым городом. В конце 20-х годов студенты еврейского происхождения из школы Баухауса должны были спасаться от нацистов в Германии. И они уезжали в Палестину, в Тель-Авив, который раньше был пригородом старого города Яффа. И все этнические евреи со всего мира приезжали тогда в Тель-Авив. Для этого нужно было строить жилые дома, чтобы разместить их там. И здесь-то и нашли себе работу студенты и молодые архитекторы Баухауса. У них появилась возможность реализовать то, чему они научились у Вальтера Гропиуса. В школе Баухауса в Дессау учился и Ария Шарон. В 1931 году в Тель-Авиве он открыл архитектурное бюро и позднее был назван отцом израильской архитектуры. Он содействовал постройке многих домов в Белом городе, который тогда появлялся на чертежной доске. Таким образом, евреи, которые могли официально покинуть Германию, не могли забрать свое имущество в Палестину. Оно переводилось в собственность нацистов. Они могли взять только некоторые предметы. Таким образом, в Тель-Авиве появились двери и окна, которые сегодня можно увидеть в домах мастерских в Дессау. Постройки, как те, что в Дессау, найти в Тель-Авиве очень сложно. Форма все больше и больше менялась, и влияние мисс Ван дер Рора, который управлял уже на тот момент школой после Вальтера Гропиуса, было ощутимым. Это направление стиля, известное также как интернациональный стиль, все больше и больше имело место быть в архитектуре. По моему мнению, лучшим примером дальнейшего развития Баухауса является здание сегодняшнего отеля Синема, которое в 1939 году было открыто как эстер-синема архитектора Егуда Магедовича. Он переехал из Украины в Палестину еще в 1919 году. Продолжение следует... Ну и наконец перейдем к моему родному городу Эссену. Там также довольно рано были построены несколько домов в стиле Баухаус. Здесь старый снимок с высоты, сделанный в 1933 году. На заднем плане можно увидеть церковь Вознесения, которая была построена в несколько измененном стиле Баухауса. А на переднем плане фотографии внизу мы видим старое общежитие для этнических евреев, построенное берлинским архитектором Эрихом Мендельсоном, которое, к сожалению, уже не существует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Между 1930 и 1933 годом архитектура в то время казалась совершенно современной, что нравилось, кстати, сказать не каждому в то время. В ноябре 1938 года нацисты разрушили это здание. Известно, что в ночь с 9 на 10 ноября того года многие синагоги и другие еврейские постройки пали жертвами пожаров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Необычной была и архитектура детской клиники в Эссене. Проект немецкого архитектора Эрнста Боде. Здание упоминалось еще в 1932 году в публикации экспертов в области архитектуры Хитчхока и Джонсона. Публикация называлась «Интернациональный стиль. Архитектура с 1922 года». Публикация была сделана по случаю выставки в Музее современного искусства. Это здание, которое до сегодняшнего архитектуры сохранено, это Крассхоф-гимназиум в Эссене. Он был построен в 1932 году архитекту Алфред Фишер. Сегодняшний лидер школы – мэр Элвана, который очень интересует себя для строительства, который также хочет участвовать для архитектуры. Здание, сохранившее свою изначальную архитектуру до сегодняшних дней, это гимназия Крассхоф. Она была построена в 1930 году архитектором Альфредом Фишером. Сегодняшний директор школы, господин Эльвангер, очень интересуется Баухаусом и хотел бы привить также и своим студентам понимание архитектуры. Баухаусом В последние несколько лет появился тренд, стало модным и не только в Германии для состоятельных людей строить свои дома и виллы в стиле Баухауса. Кроме всего прочего, архитекторы с удовольствием сами предлагают этот стиль, при этом появляются очень красивые современные здания. Но когда денег не так много, а свой дом в стиле Баухауса иметь все-таки хочется, тогда, возможно, хватит и просто покрасить дом в белый цвет и сделать плоскую крышу. Я сейчас показываю, но только те дома, которые я лично, по моему мнению, из-за высокой архитектуры. А показать мне хотелось бы сейчас только те дома, которые, по моему мнению, соответствуют высокому архитектурному качеству. Некоторым домам я дал свои имена. Для меня вот эта вилла является самой красивой, и я назвала ее «Эссанская мастерская». Она появилась в 2012 году, авторство архитектора Тобиаса Клота. Это второй дом я танцов защиты но и activists. Форму в 2017 году. Архитект был Александр Бреннер. Есть люди, которые находятся в этой комнате, которые в этой форме не счастливы. Они наняты это дом как «Бункер». В этой стороне, которую я не мог не фотографировать, у меня были очень большие двери и двери, которые они сделали в этом направлении. Следующий объект я назвал произведением искусства. Здание построено в 2017 году. Архитектор Александр Бреннер. Есть люди, которые живут рядом с этой виллой, и их форма этого здания совсем не радует. Они называют ее «бункером». Но с обратной стороны этого здания, которое я не смог сфотографировать, нельзя туда пройти, были большие окна и стеклянные двери, которые показывают этот дом уже в совсем другом свете. И последнее фото из этой серии – это еще одно большое здание в Эссене. Оно было построено в 2017 году архитектором доктором Германом Клапхеком. В конце концов, вы можете спросить, как бы Гропиус сегодня, как бы Гропиус сегодня, как бы Гропиус сегодня, как бы Гропиус, обеспечить и надеться к месту, без того, чтобы гонки не изменять. В этом году в начале было несколько шуток, что в гонки-клапе и фиолетовом архитектурном бюро «Бруно», «Фиолети» и «Маркез» в Берлин и Лугану. В этом году в 1926 году и как он в 2018 фотографировал. У которой центральный офис находится в Берлине и Луган. И здесь можно увидеть дом в оригинальном виде в 1926 году и фото, сделанное в 2018 году мной. Сейчас вернемся назад, чтобы было более понятно. Это фотография сделана изнутри и здесь она, к сожалению, очень сильно засвечена. Для своей выставки в марте я сфотографировала почти 40 зданий в Эссене, в книгу и на выставку вошли потом только 30 из них, но как-то я потом сам устал от фотографий, в которых все должно быть архитектурно, четко и правильно. И для сравнения я забыл про все правила и так появилось фото, которое я назвал Bauhaus Haus. Я благодарен вам и спасибо за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok